На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Вот такой, к сожалению, актуальный вопрос. Говорят, что Господь забирает душу человека в наилучший для нее момент. А как же большое количество смертей во время войн? Неужели все эти погибшие люди уже созрели для вечности? Вот замечательные слова, использованные в этом вопросе. Созрели для вечности. Те люди, которые Господь собрал, забрал и собрал. И, как говорится в одном замечательном стихотворении Толстого, мы все поляжем, как хлеба, серпом подрезанной в нивах. То есть, когда сжал нас Господь, как пшеницу. Так вот, созревшую пшеницу, созревший плод, это участь немногих праведников. Как, например, сказано про Иова или про Авраама. И умер Иов, исполненный днями. То есть, его жизнь достигла полноты раскрытия. Он действительно полностью созрел для вечности. Это участь, как я уже сказал, немногих праведников. Но, как совершенно справедливо пишет автор вопроса, Господь забирает душу человека в наилучший для нее момент. И один из ярких примеров, хотя вопрос про войну, я такой мирный пример приведу из Священного Писания, из книги «Деяния и святых апостолов», история Анании и Сапфиры. Когда они, продав свою землю, утаили часть суммы проданного, и некоторую часть принесли, и, как написано в книге «Деяния», положили к ногам апостолов. Апостол Петр спрашивает их «За такую-то сумму вы продали свой участок?» Анания говорит «Да, за такую-то сумму». И умирает. После этого тоже лжет жена и тоже умирает. Причем апостол Петр, буквально, наверное, если смотреть, читать внимательно это, как бы эмоционально, он с такой болью, с содроганием говорит «Что это сатана вложил вам в душу солгать Духу Святому?» И они умирают. В какой момент жизни они умирают? Казалось бы, совсем не лучший момент. Почему бы было, что называется, не забрать их, когда они только решили стать христианами? Еще им даже не пришло в голову, что надо хотя бы что-то продавать, пусть часть земли, пока их план не созрел окончательно. Но вот на этом примере мы видим, что с одной стороны их сердечные помыслы созрели и созрели до того, чтобы солгать Духу Святому. А с другой стороны, Господь не попускает им дальнейшего падения. То есть они не повторяют путь Иуды, путь предательства, который тоже солгал Духу Святому. Они не повторяют путь Каина, например, который тоже прошел этот путь отречения от Бога до конца. Мы видим, что-то в их душе созрело, но дальше Господь смертью пресекает их окончательное падение. И можно сказать, что да, это какой-то, может быть, не лучший, хотя можно сказать, что и лучший, но какой-то оптимальный момент их для встречи с Богом. Вот я бы так сказал, что не в лучший момент вообще жизни, не в самый зрелый момент, не в самый высокодуховный момент. Если бы это было так, то, наверное, Господь бы забирал нас в момент какого-то духовного восторга всех. Почему бы нет? После причастия, в момент крещения, в момент обращения к Богу. Ведь, я думаю, каждый верующий человек, а скорее всего такие люди смотрят наш канал, в жизни переживали подобное, переживали какое-то чувство особой теплоты, особого доверия Богу. Для кого-то это было действительно просто бах. Почему бы не забрать человека в такой момент? Но Господь забирает человека не в самый высокодуховный момент его жизни, а в тот момент, когда человек готов, и когда ему надо предстать на суд Божий. Суд Божий — это всегда милость. Суд Божий — это всегда любовь. Самое страшное — это быть на своем собственном суде, на суде собственной совести. На суде Божьем, хотя он и называется страшным судом, на самом деле не страшно с точки зрения страха с большой буквы. Да, страшно впасть в руки Бога Живаго, но это милость и любовь. Стыдно стоять перед Богом. Но именно в тот момент душа Анания и Сапфира была готова для встречи с Богом, для того, чтобы выслушать обличающие слова Христа. Ну и что ты Анания натворил? И что Сапфира сделала? То же самое касается и смерти на войне. Теперь возвращаясь к нашему уже непосредственно вопросу. Да, человек является ли человек воином или случайно попавшим под обстрел мирным жителем, точно так же, как в обычной жизни. Знаете, война — это как жизнь, только быстрее. Только интенсивнее даже. Не просто быстрее, а интенсивнее. Война ничем не отличается от жизни. Смерть на войне мало чем отличается от смерти в мирной жизни, но там все сконцентрировано, там все сжато, там все очевидно. Мы видим, человек трус или предатель, герой, готов ли он пожертвовать собой, насколько он любит, насколько он предан, насколько он смел. В обычной жизни тоже есть место предательства, смелости, подвигу, но это не так заметно, это не так явно выглядит. А так, в общем, да, и Господь забирает человека в тот момент, который он сам считает необходимым для того, чтобы встретиться с этой душой, посмотреть на ему, этой душе в глаза, услышать оправдание или извинение, и, соответственно, с этим определить участь этого человека. Потому что, вы знаете, христианство, оно ведь вообще, с одной стороны, если цель и смысл нашей жизни в вечности, ну почему бы не забрать всех младенцами? Младенцы же идут в рай. Мы верим в это. Мы даже не молимся о прощении грехов, потому что грехов-то у них нет. Да, мы вместо «упокой Господи души усопших раб твоих» поем «Господи, упокой младенца». Вот, и фактически не молимся о прощении грехов, которых, подчеркиваю, еще нет. И мы верим, что крещенные младенцы идут в рай. Давайте будем, так сказать, «Господи, забери нас всех младенцами». Нет, мы же не просим Бога об этом. И понимаем, что это не лучший вариант, потому что у человека и здесь, на Земле, есть свои задачи. И есть то, в чем он должен раскрыться. Есть то, что он должен совершить. Есть свои как внутренние, так и внешние цели. Есть свой смысл. И поэтому смысл каждого конкретного человека, независимо от того, погибло 20 миллионов людей или один-единственный человек, у каждого из них есть свой собственный путь, своя собственная цель, свой собственный смысл. И поэтому не надо мерить Бога и отношение Бога и человека большими цифрами, страшными потерями, особыми какими-то катаклизмами. Это всегда индивидуально. Есть Бог и есть человек. И именно Бог усматривает в этом смысл, а сам человек поймет этот смысл только после собственной смерти. Субтитры создавал DimaTorzok